Так же, как и на прошлой неделе, совещание провёл исполняющий обязанности главы города Александр Новиков. Председатель комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Евгений Катухов рассказал об изменениях в расписании движения автобусов в будние дни по маршруту Десногорска-Кукуевка. Утренний рейс с 5.50 перенесён на 8.40. Коммунальные службы города продолжают плановый запуск систем отопления. На данный момент подключены 53 дома. График пуска системы отопления можно найти на официальном сайте МУПККП. По обращениям граждан, в принципе, по нашим возможностям, мы сейчас движемся с хорошим опережением графика. И есть вероятность, что подключим дома гораздо раньше графика не за 5 дней, а за 2, максимум за 3 дня. Поэтому большая часть домов города Десногорска сегодня уже будет с отоплением. Председатель комитета по образованию Татьяна Токарева рассказала о культурных мероприятиях на этой неделе в учебных заведениях. «От 3 октября в 15.00 состоится флешмоб «Слава созидательным». А 4 октября в 15.00 средняя шкура номер 3 состоится городское мероприятие, посвящённое Дню Учителя». Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике в лице Ольги Ковалёвой приглашает на концерт, посвящённый Дню Учителя, который состоится 5 октября в музыкальной школе. По сообщению начальника медсанчасти 135 Алексея Азаренкова, в городе наблюдается рост ОРВИ. Уровень безработицы в Десногорске незначительно вырос по сравнению с прошлой неделей и составляет 0,66%. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Весна ТВ.